На полях проходящего в Санкт-Петербурге Международного экономического форума, президент Путин сделал весьма резонансное заявление. По словам главы государства, Россия не будет отказываться от доллара как средства расчетов и основной резервной валюты. Это прозвучало резким контрастом со всеми предыдущими заявлениями федеральных властей, а также с решением ФНБ довести до нуля долю американцев в своих резервах. Как же все это надо понимать, и почему финансовая политика страны вдруг совершила такую загогулину? Владимир Владимирович заявил дословно следующее. Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты, либо как от универсального средства расчетов, это не так. Вот так. А мы-то думали. Впрочем, не будем пороть горячку и попробуем спокойно разобраться в ситуации. Считается, что процесс дедоларизации у нас начался в 2014 году, после резкого ухудшения отношений с Западом. Россией-то угрозили отключить ее от системы SWIFT, то намекали на запрет совершения расчетных банковских операций в долларах. В ответ Центробанк РФ практически полностью избавился от своих активов, номинированных в американских казначейских бумагах. Параллельно с этим велась работа по созданию отечественного аналога SWIFT под названием «Система передачи финансовых сообщений» с ПФС. К настоящему моменту в ней зарегистрировано свыше 400 российских кредитно-финансовых учреждений, а также ряд иностранных банков, система представлена во всех регионах нашей страны. В случае реального отключения России от SWIFT какого-то коллапса, которым нам угрожали после украинского Майдана, уже не произойдет. Затем ФНБ начал менять структуру своих активов, снижая в них долю доллара в пользу европейской и китайской валют. На Санкт-Петербургском форуме глава Минфина Антон Силуанов заявила намерение довести долю американца до нуля. При этом правительство планирует вложить ликвидную часть Фонда национального благосостояния не в зарубежные проекты, а в отечественную инфраструктуру, о чем мы подробно рассказывали ранее. Самое важное во всем это то, что перед нами не какие-то абстрактные пожелания и беспредметные разговоры, а вполне реальные дела и поступки. Дедоларизация российской экономики последовательно идет уже несколько лет, и это не только какая-то местечковая фронта, а объективный глобальный процесс. Давайте посмотрим, например, на Китай, крупнейшую производящую ление президента Трампа, США начали против своего главного конкурента и одновременно с этим партнера, в лице КНР настоящую торговую войну. На фоне пандемии коронавируса, пришедшей из китайского города Уханя, отношения между Вашингтоном и Пекином только осложнились. Американские сенаторы подготовили законопроект, предусматривающий максимально жесткие санкции против Поднебесной, вплоть до заморозки ее активов, за якобы сокрытие информации о COVID-19. Вдобавок к этому, Дональд Трамп подписал закон, вводящий санкции против Китая за его вмешательство в дела Гонконга. С учетом подобных рисков, Пекин пытается максимально обезопасить себя от ограничительных мер со стороны США в отношении своей внешней торговли. Одним из самых простых и надежных способов является перевод расчетов из долларов в иные валюты, прежде всего в юань. В цифрах эта дедолларизация по-китайски выглядит следующим образом. До 2014 года доля национальных валют в расчетах между Россией и КНР составляла 2-3%, а на американца приходилось порядка 90% от общего объема операций. Однако уже в 2016 году доля доллара составила 80%, а в 2019 году – 51%. Психологически важная отметка в 50% была пробита в 2020, когда на американскую валюту пришлось только 46%. Его начали вытеснять европейская и китайская валюты, доля которых возросла соответственно до 30% и 17%. Заметим, что на рубль приходится только 7%, что неудивительно, учитывая его волатильность и желание Пекина укреплять позиции именно своего юаня. По оценкам экспертного сообщества, в перспективе на наши национальные валюты может перейти до 50% взаимной российско-китайской торговли. Этому должно поспособствовать создание так называемых цифрового юаня и цифрового рубля. Помимо снижения политических рисков, это может быть даже более выгодно, чем традиционные банковские операции в долларах, поскольку уменьшаются финансовые потери при вынужденной конвертации и перерасчетах во время транзакций. Постепенно меняется структура торговли России и с Европейским Союзом. С 2016 года мы торгуем с ЕС преимущественно в евро, доля которого достигает 46%. Подросло и значение рубля как средство расчетов с Евросоюзом, на который теперь приходится 17%. Также российский рубль является основой торговли нашей страны со странами СНГ 60%. Итак, процесс дедоларизации объективно идет и непрерывно только развивается. Так почему же Владимир Путин заявил о том, что Россия не намерена полностью отказываться от доллара? На самом деле, полный отказ от американца не выгоден сегодня ни Москве, ни Вашингтону. Российским экспортерам ресурсов нужна твердая свободно конвертируемая валюта. А США не заинтересованы в том, чтобы Кремль полностью соскочил с их крючка, создав независимую финансовую систему. По этой причине, очевидно, доллар еще долго будет сохранять свое значение как средство международных расчетов. Но масштабы его присутствия продолжат неуклонно снижаться, диверсифицируя политические риски основных конкурентов Соединенных Штатов.